ПЕСНЯ 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 ПАНЗЕРТРИ 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 – немецкий средний танк времен Второй мировой войны, серийно выпускавшийся с 1938 по 1943 год. Хотя есть мнение, что это так называемый «легко-средний танк». Гитлер видел в танке ПАНЗЕРТРИ основу своих танковых частей. В 1934-1935 годах генерал Гудериан предполагал два основных и самых многочисленных типа боевых машин для германского вермахта. Первый тип должен был быть вооружен противотанковым орудием и двумя пулеметами. А второй тип должен был быть машиной боевой поддержки, вооруженной крупнокалиберным орудием. Первым типом машины стал хорошо известный впоследствии ПАНЗЕРТРИ. В 1935 году заказ на разработку нового 15-тонного танка был размещен в компаниях Рейнметал, Круп, МАН и Даймлер-Бенц. Долго не могли решить 50-ти или 37-мм орудие ставить на ПАНЗЕРТРИ. Для унификации с противотанковой артиллерией было выбрано 37-мм орудие. Но в техническом задании на танк все-таки предусмотрели возможность увеличить калибр орудия. В планы входило лобовое бронирование сделать сильнее, чем заднее, так как танк предполагалось использовать в первых рядах штурмовых танковых подразделений. Максимальная скорость была установлена на уровне 40 км в час. Экипаж должен был состоять из командира, наводчика, заряжающего водителя и радиста. Для переговоров членов экипажа между собой предусматривалось устройство Интерком. ПАНЗЕРТРИ был первым немецким танком с этой системой. В результате испытаний первых образцов головным разработчиком был выбран Daimler-Benz. Конструкция ПАНЗЕРТРИ состояла из четырех секций. Корпуса, башни, передние надстройки с местом под башню и задние надстройки с двигательным отсеком. Каждая секция имела сварную конструкцию, а вместе они собирались по средствам полтон. Корпус имел два основных отсека, разделенных перегородок. В переднем отсеке располагался привод и рулевое управление, а задний был предназначен как для экипажа, так и для двигателя. Таким образом, компоновка ПАНЗЕРТРИ была традиционна для немецкого танкостроения. На протяжении всего периода производства ПАНЗЕРТРИ конструкция корпуса, башни и надстроек так и не менялась. В мае 1937 года, после многочисленных модификаций на заводе Daimler-Benz, был изготовлен первый ПАНЗЕРТРИ тип А. До конца года было собрано 10 таких машин, но только 8 из них были вооружены. Они принимали участие в германо-австрийском аншлюсе и польской компании. Невооруженные машины тип А проходили дальнейшие испытания. Отличительная особенность типа А – большие опорные катки. Потом была выпущена опытная партия 12 штук модели П. Она имела другую ходовую часть с 8 маленькими опорными катками, как у ПАНЗЕРТРИ. Следующие 15 машин получили название тип С. Водовая часть у них была такой же, однако подвеску заметно усовершенствовали. Остальные характеристики остались неизменными. До конца 1938 года построили 50 машин типа Д. У них лобовая и бортовая броня была доведена до 30 мм, при этом масса танка достигала 19,5 тонн. В 1938 году на заводах сразу трех фирм – Daimler-Benz, Henschel и Mann – началось производство первой серийной модификации в ПАНЗЕРТРИ ТИПЕ. 96 танков типа Е получили ходовую часть с шестью обрезиненными опорными катками и торсионной подвеской с гидравлическими амортизаторами. Потом в конструкцию следующих модификаций не вносили существенных изменений. В экипаже было 5 человек. Первая партия машин типа Е в соответствии с заказом, полученным производством в январе 1939 года, должна была быть количеством 1250 танков. Основным огневым средством являлась 37-мм полуавтоматическая пушка с длиной ствола в 46,5 калибра и тремя пулеметами МГ-34. Боекомплект – 131 выстрел и 4500 патронов. Бронирование этих машин достигало 30 мм. Дополнительно в корпус врезали два эвакуационных люка и добавляли смотровую щель для радистов. Установили новую 10-ступенчатую коробку передач Maybach Vario Rex и 12-цилиндровый карбюраторный двигатель Maybach мощностью 300 лошадиных сил. Скорость этих машин достигала 40 км в час. Запас хода составлял 165 км по шоссе и 95 км при движении по пересеченной местности. Ширина гусениц была 360 мм. Предполагалось, что эти танки будут боевать в Европе, где практически в те годы было не найти серьезного бездорожья. С октября 1939 по июль 1940 года выпустили 435 танков типа F. Эта модификация имела дополнительную командирскую башенку и улучшенный двигатель. После французской кампании Гитлер решил перевооружить тройки длинноствольной 50-мм пушкой длиной 60 калибров. Причиной послужила толстая броня английских мотивов. Идеи Гитлера, как всегда, были, возможно, самые прогрессивные. Он вообще, судя по всему, был максималистом. Но почему-то его мысль всегда упиралась в сопротивление промышленников или в возражения саратников. В общем, Панцер-3 получил 50-мм пушку длиной в 42 калибра, что, естественно, сказалось на начальной скорости снаряда. С этими пушками тройки поехали воевать в СССР. Сирийное производство танков версии Г началось в апреле-май 1940 года. В феврале 1941 года 600 танков типа Г поступили в танковые части вермахта. На Панцер-3 Тип-Г толщину кормовой брони повысили до 30 мм. Смотровая щель механика водителя стала закрываться броневой заслонкой. На крыше башни появился электрический вентилятор в защитном кожухе. Машины в основном выходили из сборочных цехов с 50-мм пушкой КВК-39Л42, разработанной фирмой Круп. Также этой пушкой оснастили танки моделей Е и Р. Боекомплект новой пушки составлял 99 выстрелов. После перевооружения масса танков возросла до 20,3 тонн. Поменялось расположение ящиков с запасными частями и инструментами на надбусеничных полках. На крыше башни появилось отверстие для пуска сигнальных ракет. В задней стенке башни часто крепился дополнительный ящик на снаряжение, получивший шутливое название «Сундук Роммеля». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин В октябре 1940 года фирмы MAN, ALKIT, HENCHEL, WEGMAN развернули серийное производство танков версии H. К апрелю 1941 года было построено 310, а по некоторым источникам 408 машин из 759, заказанных в январе 1939 года. Толщина задней стенки башни танков Panzer III тип H увеличилась до 50 мм. Накладная лобовая броня была усилена дополнительной броневой плитой толщиной 30 мм. В связи с увеличением массы танка и использованием гусениц шириной 400 мм на поддерживающих и опорных катках пришлось установить специальные направляющие, которые увеличили диаметр катков на 40 мм. Чтобы устранить чрезмерное провисание гусеницы, передний поддерживающий каток, который на танках версии Г, находился почти рядом с пружинным амортизатором, пришлось сместить вперед. Изменилось положение фары на крыле буксирных крюков. Также поменялась форма входных люков. Ящик с дымовыми шашками оказался под навесом задней плиты силового отделения. По основанию башни установили угловой профиль, защищавший основание от попадания снаряда. Вместо коробки передач VarioRX на машинах версии H ставили коробку передач типа SSG-77 с шестью передними передачами и одной задней. Члены экипажа, находящиеся в башне, стали вращаться вместе с башней. Первый боевой опыт танка Panzer III тип H получил в ходе операции «Барбаросса». В 1942-1943 годах танки были перевооружены 50-мм пушкой КВК Л-60. Русская компания поставит точку в истории самого массового танка в Германии. Panzer III тип H. Боевая масса 21,9 тонны. Длина 5520 мм. Ширина 2950 мм. Высота 2500 мм. Экипаж 5 человек. Бронирование от 10 до 37 мм. Двигатель. Maybach HL120TRM. Мощность 265 лошадиных сил. Скорость по шоссе 40 км в час. Скорость по местности 20 км в час. Запас хода по шоссе 165 км. Запас хода по местности 100 км. Вооружение. 50-мм пушка КВК 38Л-42. Два пулемета МГ-34 калибра 7,92 мм. Боекомплект. 99 выстрелов пушки КВК 38Л-42 и 2700 выстрелов пулеметов МГ-34. Итак, наступило 22 июня 1941 года. В 4 часа утра немцы начали наступление на СССР по всему фронту от Карпатских гор до Балтийского побережья. Перед наступлением немцы провели значительную артподготовку. Более 6000 тяжелых орудий обрушили свою мощь на укрепление Красной Армии. Так начал осуществляться план Барбаросса, самое величайшее сухопутное вторжение во всей истории войны. На Красную Армию обрушилась мобильная и хорошо вооруженная лавина несокрушимых доселе немецких войск. К границу перешли около 3 миллионов солдат, 3350 танков и 2000 самолетов. Гитлер планировал закончить кампанию за несколько месяцев. Все поначалу шло очень успешно. Вкратце перечислим основные танковые средства немцев. Легкие танки. Панцер-1 тип А. Этот танк выпускался серийно с 1934 по 1935 год. С 1935 по 1937 годы выпускалась модификация «Б». Отличалась она более мощным 6-цилиндровым двигателем «Майк». Этот танк с самого начала рассматривался как учебник. Однако повоевать им пришлось. Сперва в Испании, затем в Польше, Франции, Северной Африке и Советском Союзе. Всего на 1 сентября 1939 года их насчитывалось 1145 машин. В 1942 году их осталось около 700. Оставшиеся «Панцер-1» перевели в ранг учебной и вспомогательной техники. «Майк» «Хорошо, 348-500 машин» «Майк» «Майк» КОНЕЦ КОНЕЦ Танцер 2 тип А Этот танк начали производить в 1936 году. Его боевая масса составляла 7,6 тонн. Танк был укомплектован 20-мм пушкой. В 1937 году появился тип B. У него был более мощный двигатель. В серию эти танки пошли весной 1937 года. Всего было выпущено 1088 машин. С 1938 по 1939 годы Деймлер, Бенц и Манн выпустили 143 быстрых танка на базе Панцер-2. Это были модификации D и E. Появилась и модификация F. Она отличалась более крепкой бронёй. Панцер-2 составляли в вермахте 38% всех танков. Они были слабее всех аналогичных по классу танков противника. Однако недостаток более тяжёлых танков Панцер-3 и Панцер-4 сделал некоторое время эти машины основными немецкой армией. В 1942 году их вывели из состава боевых разделений. Шасси этих танков впоследствии использовали для производства САУ. Средние танки. Первый Панцер-3 – герой нашего фильма. Всего было выпущено 5691 Панцер-3. В августе 1943 года производство этих танков прекратилось. Панцер-4. Модификацию A этого танка начали выпускать в 1937 году. В 1938 году была выпущена модификация B и в 1939 построили модификацию C. Танк имел массу 19 тонн, броню 30 мм, максимальную скорость по шоссе 40 км в час и запас хода 200 км. В башне устанавливалось 75-мм короткое орудие, испаренное с пушкой пулемёт. Также один пулемёт размещался в лобовом листе корпуса справа. До войны с Советским Союзом были выпущены модификации с более мощной бронёй. После начала ведения боевых действий с СССР весной 1942 года Панцер-4 получил новую 75-мм пушку длиной 43 калибра, которая позволяла ему более эффективно противостоять советским танкам КВ и Т-34. В 1943-44 годах танк оснастили более мощной бронёй до 80 мм и более мощной 75-мм пушкой длиной 48 калибров. В момент перехода границы СССР немцы имели основной танк Панцер-3 с 50-мм пушкой длиной 42 калибра. Панцер-4 тип Т, боевая масса 20 тонн, длина 5920 мм, ширина 2840 мм, высота 2680 мм, экипаж 5 человек, бронирование от 30 до 60 мм. Двигатель Maybach HL120TRM, мощность 300 лошадиных сил, скорость по шоссе 42 км в час, скорость по местности 20 км в час, запас хода по шоссе 210 км, запас хода по местности 130 км. Вооружение. Пушка 75 мм, два пулемёта МГ-34 калибра 7,92 мм. Боекомплект. 80 выстрелов к пушке 75 км и 2700 выстрелов пулемёта МГ-34. Какие же боевые машины немцы встретили в СССР? 1 июня 1941 года Красная Армия имела в своём составе 23 106 различных танков. При граничных военных округах, Ленинградском, Прибалтийском, Западном Особом, Киевском Особом и Одесском имелось 12 782 танков. С 31 мая по 22 июня в эти округа поступили 41 КВ, 138 Т-34 и 27 Т-40, то есть ещё 206 танков, что доводило их общее число до 12 988. В основном это были старые Т-26 и БТ. Современных КВ и Т-34 было 549 и 1105 соответственно. Танки КВ и Т-34 уже с первых минут войны защищали нашу страну. К сожалению, процент этих танков был весьма мал. Из-за неразберихи в первые дни войны, а также из-за недостаточной выучки экипажей и других проблем, связанных с общей неготовностью Советского Союза к войне. В боях первых дней войны наши танковые соединения понесли большие и невосполнимые потери. В августе, например, 6-й, 11-й, 13-й, 14-й МК, входившие в состав Западного фронта, потеряли около 2100 танков, то есть 100% умершихся машинок. Многие танки были взорваны своими экипажами, поскольку они не могли двигаться из-за неисправностей или отсутствия горючего. 22 и 23 июня, 3-й, 6-й, 11-й, 12-й, 14-й и 22-й механизированные корпуса Красной Армии вступили в тяжелые бои в районе Шауляя, Гродно и Пресно. Чуть позднее в бои пошли еще 8 мехкорпусов. Но наши танкисты не только оборонялись, но и контратаковали. С 23 по 29 июня в районе Лутк-Ровноброды они вели ожесточенное встречное танковое сражение против первой танковой группы генерала Клейста. Слева ее били со стороны Лутка 9-й и 19-й механизированные корпуса, а с юга от Броды 8-й и 15-й. В сражении участвовали тысячи танков. Т-34 и КВ 8-го механизированного корпуса сильно потрепали 3-й немецкий матризированный корпус. Он понес большие потери. 10 июля они составили до 41% начального количества танков. Враг наступал, подбитые танки оставались в его руках, и весьма эффективно действующие ремонтные подразделения немцев быстро вводили их снова в строй. Наши, подбитые или оставшиеся без горючего и взорванные экипажами, оставались в руках противника. Но в целом, уже летом 1941 года немецкие войска стали вкушать плоды ошибок разведки и в корне неверного представления о технологическом потенциале СССР. Вопреки предсказаниям, советская армия как-то неохотно сдавалась в плен. В большинстве случаев она вела себя вообще отвратительно. В первые недели Отечественной войны немцы потеряли более 100 тысяч человек убитых. Недолюди упорно сопротивлялись и не хотели поступать, как вся посвященная Европа. К тому же, данные немецкой разведки о количестве советской военной техники в разы не совпадали с действительностью. Гизлер как-то отметил, что имея более правдоподобные данные о количестве советских танков, он не напал бы на СССР, во всяком случае, в 1941 году. КОНЕЦ 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 чем глубже немцы продвигались на восток, все меньше встречало их хлебом и солью. Вообще надо отметить, что немецкая армия до войны с Советским Союзом привыкла к отсутствию какого-то приличного сопротивления. Глядя на яростное сопротивление советской армии и свои потери, немцы постепенно теряли боевой дух, но на момент 1941 года еще не сильно, просто думали, что война продлится несколько дольше. Вдобавок к этим неприятностям прибавилось еще две. На пути панцеров 3 и 4 встали более современные, но малочисленные и сырые Т-34. Также нечего было противопоставить монстрам КВ-1 и КВ-2. Снаряды 37-мм противотанковых орудий не пробивали брони этих танков. Однако 76-мм пушка Т-34 спокойно крушила все на тот момент имеющиеся у вермахта танков. К тому же средний танк Т-34 был не в пример маневрений аналогичных немецких средних танков. Коротко о танке Т-34. Работы над созданием Т-34 проводились на Харьковском заводе. Кошкин был главным конструктором и идеологом нового танка. Также параллельно в Ленинграде разрабатывался более совершенный легкий танк Т-50. Но мы не будем вдаваться в подробности проведения опытно-конструкторских работ. Отметим лишь, что будучи действительно самым лучшим скоростным легким танком на то время, Т-50 был дороже и сложнее в производстве, чем Т-34. А так как Т-34 был средним танком, то по вооружению и броне он превосходил более скоростной и легкий танк Т-50. На вооружение Т-50 не был принят, и в начале 1942 года, после выпуска 65 машин, он был снят с производства. 19 декабря 1939 года совместным постановлением Политбюро ЦК ВКПП и правительства было решено изготовить два образца Т-34, вооруженного 76-мм пушкой и защищенного броней толщиной 45 мм. Серийный выпуск танка начался в 1940 году. К началу Великой Отечественной войны было изготовлено 1200 танков Т-34. В ходе войны Т-34 постоянно модернизировался и улучшался, что привело в конце концов еще более развитому вооружению и сказалось на его массе. Среди усовершенствований выделяется новая разновидность гусеницы с развитыми траками, литые башни и приемно-передающие устройства. Зимой 1943 года на танк Т-34 стали устанавливать шестигранные башни и увеличили емкость баков с горючим. Танк Т-34 оснастили пятиступенчатой коробкой передач, воздушными фильтрами и системой с маслом. Вскоре появилась модификация танка Т-34 под обозначением Т-34-85, которая была принята на вооружение Советской Армии в декабре 1943 года. Т-34 образца 1940 года. Боевая масса 26,8 тонн. Длина 5950 мм. Ширина 3000 мм. Высота 2400 мм. Экипаж 4 человека. Бронирование 45 мм. Двигатель. Дизельный В-2-34. Мощность 500 лошадиных сил. Скорость по шоссе 54 км в час. Скорость по местности 25 км в час. Запас хода по шоссе 292 км. Запас хода по местности 227 км. Вооружение. Пушка Л-10 калибра 76,2 мм. Три пулемета ДТ калибром 7,62 мм. Боекомплект. 77 выстрелов пушки Л-10. 3000 выстрелов пулемета ДТ. В октябре 1941 года была создана комиссия с участием Фердинанда Фарше. Комиссия изучила образцы захваченных танков Т-28, КВ, Т-34, Т-35 и ряд других. Далее образцы этих советских танков были переданы представителям промышленности для изучения. Комиссия сделала неутешительные выводы. Ответить на средний советский танк Т-34 было нечем. Т-34 было нечем. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Но, вопреки всему, Панцер-3 постоянно до конца его производства модифицировался. В 1940 году модификация «Аш» за счет экранов получила новую броню лобовых и кормовых деталей корпуса. Ее толщина достигла 60 мм. Масса танка в связи с этим увеличилась до 21,8 тонн. Это, в свою очередь, потребовало увеличения ширины гусеницы. Модификация «Джи», созданная во второй половине 1941 года, получила длинноствольную пушку, о которой мечтал фюрер. Ее бронебойный снаряд с 500 метров пробивал броневой лист толщиной 75 мм, а подкалиберный — до 115 мм. Масса машины составила 21,5 тонн. С июня по декабрь 1942 года было выпущено 703 танка версии «Элфи». Новые машины имели усиленное бронирование пушечной маски, которая также служила противовесом удлиненному стволу орудия КВК-39Л-60. Лоб корпуса и башни были защищены дополнительными 20-мм бронелистами. Смотровая щель механика-водителя и маска курсового пулемета МГ-34 были в отверстиях лобовой броне. Изменения также касались механизма натяжения гусениц, расположения дымовых шашек на корме танка под загибом брони. Убрали смотровую щель заряжающего в дополнительном бронировании масок пушек. С октября модификацию «М», у которой толщина лобовой брони вместе с 20-мм экраном достигала 70 мм. Последняя модификация «Панцер-3» получила индекс «Н». У модификации «Н» были также корпус и башня, как у типов «Л» и «М». На танк «Панцер-3» тип «Н» устанавливали 75-мм пушку КВК-37Л-24 под «Панцер-4». Боекомплект составлял 64 выстрела. Производство танков версии «Н» началось в июне 42-го года и продолжалось до августа 1943-го. Всего было выпущено 663 машины. Еще 37 танков были переоборудованы под стандарт «Н» в ходе ремонта машин других версий. Также было выпущено 5 типов командирских машин общей численностью 435 штук. 262 танка переоборудовали в машины управления артиллерийским огнем. 100 огнеметных танков изготовила фирма «Вегман». Огнемет мог действовать на 60 метров. Запас смеси составлял 1000 литров. Огнеметные танки предназначались для Сталинграда, но на фронт попали только в начале июля 1943-го года от Курска. В конце лета 1940-го года 168 танков версии «Ф», «Г» и «Аш» были переоборудованы для движения под водой и должны были использоваться при высадке на английское побережье. Танк мог передвигаться по дну на глубине 15 метров. Воздух подавался шлангом длиной 18 метров и диаметром 20 сантиметров. Эти танки планировались для Англии, но в силу исторических обстоятельств пересекли западный Бук 22 июня 1941 года. С июля 1944 года «Панцер-3» применялся в качестве «Брэм». 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 «Брэм» Субтитры создавал DimaTorzok Panzer III использовались везде, от Восточного фронта до Африканской пустыни, пользуясь уважением немецких танкистов. Танк был очень удобен для экипажа. Ни один из иностранных одноклассников не обладал таким удобством управления и комфортом. Как и все немецкие танки, Panzer III комплектовался отличной оптикой и рацией. Из-за этих качеств трофейные Panzer III использовали в Красной Армии как командирский танк. Боевое применение В больших количествах трешки типа N принимали участие в сражении на Курской дуге, которых по разным данным было от 155 до 172 машин. Panzer III типа N успели повоевать в Северной Африке. Они оказывали огневую поддержку Сифров. Несмотря на тяжелые потери, которые трешки понесли в ходе африканской кампании и операции «Цитадель», они продолжали использоваться до самого конца войны. К марту 1945 года в войсках еще имелось 200 с небольшим танком Panzer III типа. Серьезные столкновения у немцев произошли с англичанами в Греции. Поведоносный бой произошел в районе города Коломейси. Тройки модификации H наголову разбили английские танки А-10. Весной 1941 года Panzer III попал в Северную Африку. Крупный бой состоялся в Ливийской пустыне у Хабрука 30 апреля 1941 года. Роммель атаковал английские позиции. Потери у обороняющихся англичан и наступающих немцев были приблизительно одинаковы. Для вторжения в Советский Союз предназначалось 965 танков Panzer III. В целом Panzer III уступали всем современным советским танкам, что в конечном итоге привело к окончанию их производства. В мае 1942 года первые 19 танков типа G вошли в Северную Африку. Тяжелые бои на рубеже начались в конце августа 1942 года. Перед наступлением Роммель имел в своих частях 74 танка типа G. Немцы потерпели неудачу. В 1943 году остатки Panzer III типов N и L приняло участие в завершающих боях африканской кампании. Эти танки стали трофеями союзников после капитуляции немецких войск 12 мая 1943 года. Окончательным аккордом для троек стала операция «Цитадель». В течение июля и августа 1943 года было потеряно 385 троек. Всего же в течение 1943 года потери составили 2719 единиц Panzer III, из них 178 починили и вернули в строй. Далее количество этих машин неуклонно сокращалось. Всего выпустили 5691 Panzer III 12 модификаций. Из них было потеряно, согласно немецким данным, с 1 сентября 1939 года по 10 апреля 1945 года 4706 единиц троек. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Этот лёгко-средний танк был весьма интересной машиной. На нём было много новшеств. Торсионная подвеска опорных отков, управление с помощью сервоприводов и планетарных механизмов поворота и так далее. Танк был механически надёжен, легко управлялся, экипаж работал в достаточно комфортных условиях. Но машина отличалась недостаточной подвижностью и низкой проходимостью. Попытки модернизации ничего существенного, кроме усиления вооружения и частично бронирования, не дали. Моторная группа серийных образцов ни разу не модифицировалась. А потому, с увеличением массы от модификации к модификации, удельная мощность снижалась. КОНЕЦ 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 Немцам так и не удалось уравнять боевые качества Панцера-3 с нашей 34-й. Главным образом из-за отсутствия конструктивных резервов. В августе 43-го года производство этих танков прекратилось. Почему же самый массовый танк третьего рейха уже в середине войны был снят с производства? В начале нашего повествования мы описали все возможности этой машины. В целом, Панцер-3 и Панцер-4 были так называемыми лёгко-средними танками. Этим танкам соответствовали аналоги по классу в разных странах. Например, это советские ПТ, чешские ЛТ-35 и ЛТ-38 и так далее. Все эти машины были предназначены для поддержки кавалерии и пехоты. Они становились весьма лёгкой добычей артиллерии. Вообще, эти танки были как апофеоз военной мысли, но, к сожалению, на момент Первой мировой войны. Война на таких машинах в основном подразумевала отсутствие у врага вообще какой-либо бронетехники и сносной противотанковой артиллерии. В Европе немцам удалось эффективно использовать эти машины. Из-за неготовности Красной Армии немцы практически уничтожили все советские машины лёгко-среднего класса. Но противопоставить советским средним танкам им было нечего. Конечно, средний танк Панцер-4 был мощнее по вооружению и броне, однако модернизировать его было, в общем-то, некуда. Немцы из-за этого получили две практически одинаковые машины, не способные по разным причинам конкурировать с основным советским средним танком Т-34. Конечно, потом была создана Пантера Панцер-5, но это уже был 1943 год. Было уже слишком поздно. Советская промышленность полностью пришла в себя. Т-34 постоянно улучшался, а его производство было просто гигантским. В общем-то, танк Панцер-3 был очень хорошей машиной, но, к сожалению, был рождён не вовремя. Для времён Восточной Компании он стал второстепенной машиной и не снискал такой славы, как тигры и пантеры. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА